Может ли электромобиль быть весёлым в управлении на треке? Ради ответа на этот вопрос, сегодня мы обкатаем Hyundai IONIQ 5N в Silverstone, а соревноваться она будет с BMW M2, и это будет крайне непростым испытанием. Со мной сегодня гонщик Сэм, главный скептик электромобилей, а потому этот ролик обещает быть крайне занятным. Пора красить чёлку, если бы она у тебя была. Нет, спасибо. В начале ролика стоит заправить наши машины. С этой проще, она бензиновая. Сейчас мы стоим на заправке, до того мы проехали около 60 километров. Я заправлю тебе её 99-м. 102-м. Ну, это почти 102-й. Он же куда дороже, Сэм. То есть ты же уничаешь со старта. Не умеешь ты играть, честно, да, Мэтт? Да какая тебе разница, машина-то всё равно поедет. И? Поэтому какая разница, каким топливом ты её заправишь? Да в смысле, какая разница? Заправь нормальным бензином. Ну смотри, я беру и заправляю автомобиль. Засекай, как это будет быстро. Давай, три, два, один, вперёд. Я всё. 20 секунд. Да, и я этим горжусь, не каждый мужчина на это способен. Ну что, заправим теперь электромобиль? Что, электронами? Да, ими. Сэм решил найти самую быструю заправку в округе. Ну, такой он человек. Но, как это всегда и бывает, не всё так просто, как кажется. И вот почему. Ты куда собрался? Ворота закрыты. То есть мы тебя не заправим? Нет, заправим. Поехали в объезд. А почему они там? Потому что на треке они медленные. И они тебе не подходят. То есть ты хочешь лучшую зарядку? Да чёрт узнает, они странные какие-то. Понял тебя. Ну, поехали искать. Всё потому, что тебе нужна самая лучшая и быстрая зарядка. Я правильно понимаю? Да. Ладно, поехали. Сэм, что ты делаешь? Открываю багажник. Ага, то есть тут кабелей нет? Нет. Ты точно в этом уверен? Да и вообще, посмотри, тут зарядка-то медленная, быстрая нет. Вот, она обычная. Так зачем мы искали быструю зарядку? Проще говоря, она на 11 киловатт. А это значит, что мы тут простоим далеко не один час до полной его зарядки. А вот на быстрой зарядке нам бы потребовало всего лишь около 18 минут до полного заряда аккумулятора нашего автомобиля. К сожалению, мы пока что не нашли такой зарядки. Но это временные трудности. Мы ещё к этому вернёмся. А это означает только одно. На данный момент мы поехали дальше искать зарядное устройство, которое удовлетворит Сэма. Однако всё было крайне непросто. Ну что, пошло? Сейчас гляну, но думаю, да. Ну и? Сдаётся мне, что без QR-кода дело не пойдёт. Сканируй. Ну почему тут нет быстрой зарядки? На всём треке две зарядки, но кажется, дело пошло. Заряжается. Оно остановилось. Что, оплатить надо сразу? То есть тут не постоплата? Ну что? Это худший день в моей жизни. Да плати ты уже. Да я уже заплатил. Ну давай, плати. А, ну вот, процесс пошёл. Да ещё и скидку тебе дали. Теперь осталось лишь оплатить. Так что давай, плати, плати уже. Так и какой из них правильный-то? Ну, вроде, вот этот. Ты в этом уверен? Ну, конечно же. Это какой-то пи***ц. Боже мой, да не злись ты, Сэм. Всё хорошо. Ты же не из пещеры вылез, в конце концов. Ты знаешь, я в этом уже сам не уверен. Мне кажется, б***ь, они меня грабят. Вроде всё. Да, это было непросто. Сэм и новые технологии — вещи несовместимы. И тут я не выдержал. Я хочу обратиться к правительству. Неужели вы хотите, чтобы все владельцы электромобилей тратили по полдня на зарядку автомобиля и оплату этой функции? Вот почему так легко заправить ДВС машину, а электромобиль нет? Неужели мы хуже, чем они? Водители, что загрязняют окружающую среду. Ну, сделайте вы уже зарядные станции удобными, прошу вас. Почему не все зарядные станции в нашей стране быстрые? Это ущемление наших прав. Скоро все будут ездить на электромобилях. Почему зарядки все медленные? Еб***ный мусоровоз. С меня уже сняли 115 фунтов. Охуенно. А зарядка-то ещё не кончилась. Честно, я с них в***ю просто. И всё это ещё б***ь на треке. Ай, мне надо полежать. Ну что, поехали? Давай. Погнали на трек, а то мы так никогда не поедем. Мы и так уже тут полдня. А мы быстро едем. А то. Ну что сказать, не зря ведь это BMW. BMW прекрасно подходит для трека и трассы. Шасси и подвеска этой машины годится просто для всего. А всё потому, что в М240i установлен двигатель на 460 лошадиных сил, 6 цилиндров с двойным турбонадувом. Правда, привод только задний. Управляется машина так просто, что я без труда ехал наравне с Porsche 911 GT3. Но так было до поры до времени. BMW никогда не славился своими тормозами. И это суровая правда жизни. Взгляните, они уже погорели. Ну ладно, топлива ещё достаточно. Пора Hyundai выехать на трек, если он зарядился. Благо, я тут не один. Со мной эксперт Энди. Он буквально мастер этого трека. Разрешите представить, это Энди. Ну, привет. Скажи, пожалуйста, почему на высоких скоростях ты испёкся? У тебя же есть приложение. Скажи, не разрядился ли твой автомобиль слишком сильно? Какой примерно процент заряда остался? 61%. Неплохо. А на нашем? То ли 55, то ли 54, что-то типа того. Ну, неплохо, неплохо. Да не особо. Начиная с определённого процента заряда, машина начинает ехать медленнее. Да. Да, уж дела. На карте я не вижу подходящей зарядки. Быстрой зарядки в окрестностях нет. Хотя нет, одна вроде есть. Сэм? Да? Слушай, скажи, а где тут ближайшая быстрая зарядка? Поблизости? Ну да, ты же вроде их все знаешь. А это подойдёт? Она для Астон Мартин. А нам такая не подойдёт? Но у нас же Порше. Точно, у нас же Порше. А может, поедем к самим Порше? У них-то точно быстрая зарядка будет. Но на этом наши приключения не закончились. Для того, чтобы остаться на треке, мне пришлось пересесть в Хёнде, дабы продолжить заезд. Но и тут всё было не так просто. Сэм, теперь дело за тобой. В этот раз за рулём ты. Сэм, так как там с режимами? Какими режимами? О! Погоди-ка, ты точно во всём разобрался? Передачи тебе не нужны, просто забудь о них. Но я хочу передачи. Забудь о них. Вот так. Никаких передач у электромобиля. Так ты поедешь куда быстрее. Они будут лишь тебя замедлять. Сэм, просто послушай меня. Эти передачи, они лишь уменьшают мощность автомобиля. Так они мимикрируют под настоящие передачи. Да и момента так куда меньше. В общем, поехали, пора начинать. Ничего себе, как шумно. Я, пожалуй, выключил бы этот звук. Мы хоть не разобьёмся? Ну, мне нравится, как ты чувствуешь машину, Сэм. Ты в этом хорош. Если ты его обгонишь, у него сгорит жопа. Она катится. Ай, да всё будет нормально. А мне что-то уже так не кажется. Да и что-то трясёт нас. Надо спросить у Энди потом. А вот это нас занесло. Б***ь, ты водитель, Сэм. Это был делитель момента. Как тебе? Машина тяжёлая. Но? Очень тяжёлая. П***ь, нас носит, как в телеге, голопом. Давай, обгоняй их уже, не церемонься. Давай, срезай прямо тут. Ты что, больной? Какой ещё срезай? Б***ь. О, вот это поворот. Слушай, ты же главный хейтер электромобилей. Скажи, как оно тебе? Машина тяжёлая, но она мне нравится. Она хороша. После этого настал мой черёд сесть за руль Ionic 5N. Но я решил кое-что поменять. Так, теперь у нас есть передачи. Да. Теперь всё будет только хуже. А я этому рад. Да? Как же хорошо. Я завидую. Как вы уже могли заметить, по реакции Сэма, эта машина отлично подражает передачам. И это правда. Эта машина прекрасно играет с моментом. Именно из-за этого ей так интересно управлять на треке. К тому же, эта машина очень быстрая. Потому что тут 650 лошадей под капотом. А подвеска лишь улучшает её управляемость. И всё это, несмотря на то, что машина весит более двух тонн. Что на полтонны тяжелее, чем BMW. Благодаря рекуперации, тормозит она в разы лучше. Но и минусы у неё, естественно, тоже есть. Тормозит она неестественно. ДВС автомобили в этом плане лучше. И при низком заряде плюсы растворяются. У нас 15%. Блядь, опять заряжать, что ли? Да ядрён-то корень. Проценты тают на глазах. 13%. Пи***я. 12%. О, боже. Теряем мощность. Ещё как теряем. Да так и до остановки недолго осталось. Да и что-то в повороты входить стало сложнее. Заметил? Ага. 11. Ну, до зарядной станции-то должны дотянуть. Вот чёрт, а теперь он нас обгоняет. Слушай, может, просто зарядим её по-нормальному? Всё равно вариантов нет. 10%. Боже мой. А ещё аккумулятор начинает перегреваться. Но мы едем. 8%. Скоро встанем. Тут написано немедленно зарядить. Полномочия заряда уже всё. Мэтт, ты замедляешься. Меня от тебя трясёт, но честное слово. Да ладно тебе, мы всё равно скоро остановимся. Да ты и так уже почти встал. 7%. Едь на станцию. Пожалуй, ты прав. Ещё один круг мы точно не вывезем. Весёлый автомобиль, но как же меня еб***ть его аккумулятор. Есть такое. Аккумулятор тут на 84 кВт часа. А значит, для трека его будет маловато. Ты думаешь, ты сам с этим справишься? Надеюсь, что справлюсь. Тут всё же по QR-коду, так что разберусь. Да почему я не могу оплатить напрямую? Вот с моим Порше всё не так. С ним всё куда проще. Мой Порше, мой старенький Порше, мой GT3 RS. Ну, наверное, это не так и сложно. Сейчас разберусь. Конечно, конечно. У тебя даже приложение не установлено. Да, да, спасибо. Зачем мы всё ещё здесь? Лишь ради страданий? Это точно быстрая зарядка? Быстрая. Смотри, смотри. Зарядим за пять минут. А, да, ну как скажешь. Каждый день узнаём что-то новое. Прямо как в школе. Постоянная зарядка. Итого мы заправили нашу машину, этот IONIQ 5N, максимально быстро. Ёмкость его аккумулятора равна 240 кВт. Ну, кажется, процесс пошёл. Ну вот. Так, что у нас тут написано? Прикрепите зарядный шнур к машине. А, понятно. Быстрая и лёгкая зарядка, да? Ха-ха-ха. Так, набирай. GB 911. Да, уже набрал. Заглавное Е, далее 0, 0, 0, 0, 0. Я уже устал. Может, ну его, Мэтт. Поехали домой. Я уже сам задумываюсь. В этот момент я был готов сдаться. Однако вовремя вспомнил, что сотрудники Порша будут поумнее меня. Возможно, они знают секрет, который поможет мне. Добрый день. Добрый день. Как ваши дела? Нормально. Спасибо. Я попробовал вашу быструю зарядку, но что-то не пошло. А, ну удачи. Вы же знаете, как это устроено, да? Ваши зарядки для ваших автомобилей? Да, всё именно так. Ну тогда у меня к вам другой вопрос. Я внимательно вас слушаю. Меня зовут Мэтью Уотсон. Я такого не знаю, спрошу парней. Скажите, а у вас есть приложение Shell App? Да. Пользуетесь им? Неа. Как они вообще придумали приложение для зарядки? Может, они ещё сделают приложение, чтобы продавать свои машины? Я думаю, всё дело в том, что это теперь их бизнес. Зарядные станции нынче очень востребованы. А в этом деле без приложения никуда. Да, я понял. Агрессивный маркетинг. Правильно? Люди... Да. ...тратят на это время, место на телефоне. Злодей. А я ведь просто хочу дать им денег. А они не хотят их брать. Выберите зарядную станцию. А какую? Вот эту, жми вот эту. Ну вот, смотри, жми. Дожму я. Ага, теперь подтверди и всё. Так, всё, мы дошли до выбора метода оплаты. Пожалуйста, выберите метод оплаты. Карта. Выбираю карту. Давай. Отлично. А теперь зарядка должна пойти. Да давай уже, а. Победа. Бог ты мой, мы справились. Наконец-то мы зарядим нашу машину. А спустя пару минут я заметил то, что машина заряжалась быстрее, чем было заявлено. И скорее всего дело в том, что были использованы проводники высокого стандарта качества. Мы готовы. Вот теперь всё стало как раньше. Да. Машина едет как-то естественнее. На низком заряде она ехала будто рывками. Но не теперь. Да, мы будто заправились. Ты и на педаль особо-то теперь не давишь. А тормоза тебе вообще как будто бы не нужны, да? Ну, они хорошие. Да, но как-то... Они мало сдёрганные, что ли. Скажу тебе как есть. Это норма для Хёнде. Так что привыкай. Ты будто бы быстрее поехал. Именно так. Тебе тоже, как когда разгоняешься, становится веселее, да? Ещё бы. Ага. По ощущениям, ты будто бы едешь на малых передачах. М2 ощущается как-то по-своему. На дороге держится отменно. И это радует. Но машина тоже тяжеловатая. Заметил, да? Есть такое ощущение. Так, а что у нас там с топливом? Чуть больше половины. И это отлично. Значит, я успею ещё круг намотать. М2 не столь быстрая, как М3 или же М4. Что сказывается, когда ты начинаешь заезд. На поворотах она ведёт себя, скажем, своеобразно. Из-за гидротрансформатора и АКПП с двойным сцеплением. Она хороша на поворотах. Да, есть автомобили и получше, однако М2 тоже крайне хорош. На треке этот BMW проявил себя на всю. Это очень быстрый и юркий автомобиль, особенно за свои деньги. К тому же, когда показатель топлива падает ниже половины, то ничего не меняется. Так, уже полбака. Пора заправлять машину, Сэм. Засекай. Ну что, ты готов? Да. Три, два, один, вперёд. А я начну неторопливо и буду вести себя, как обычный обыватель, клиент АЗС. Итак, а как тут всё оплачивать? Ну, хоть приложение качать не надо. И то верно. Ну что, всё? Яблочко! Только не говори, что электромобили после этого безопаснее. Надо прописать такое в своём страховом полисе. Особенно на треке. Может, засудим? Тут ведь даже ходить опасно. Уже чуть больше минуты. Чуть больше минуты? Ну, а неплохо. Как и электромобиль, да. Ну, мы-то для того, чтобы выяснить точно данные. Ну что же, а у нас всё. Но я ещё не сел в машину. А значит, продолжай отсчитывать время. Это ещё не конец. Ну что же, осталось поставить всё на место. И не убиться в процессе. А на деле, всё не так-то просто. Я уже бывал на заправках, так что должен справиться. Не торопись, а то поранишься. Это постоянная проблема на заправках. Да твою-то мать! Ничего не произошло. А чек тебе на что? Что на нём написано? Транзакция была отменена. А, ну понятно. Ну ладно. А ну-ка, разозлись на АЗС, помоги мне. Видите, не только электромобили могут испортить вам нервы. Ну что? Как успехи, Сэм? Да тут всё в порядке. Я ведь просто могу уехать. Машина-то заправлена. Я просто хочу получить чек. А деньги обратно получить не хочешь? Ну, это тоже, разумеется. Ну, конечно. Но это наверняка займёт уйму времени. А нет, всё оказалось куда проще. Ну что же, хоть чек быстро выдали. И даже деньги с карты не украли. Наверное. Ну так что, какой у нас результат? 4 минуты 34 секунды. Но могло быть и хуже. В целом, это терпимый результат. Это мой худший опыт в жизни. Сразу после того случая с ожогом. Так, и во сколько же нам стала заправка? Но как быстро мы сможем заправить электромобиль? Итак, пришло время Хёнда засиять в лучах славы. Сколько там у него осталось заряда? Тут у нас 94% заряда. А заряжает он нас со скоростью крайне низкой. Это случается на последних процентах заряда. И стоит стоять тут и ждать 100%. Это просто невыгодно. До 94-х он зарядил нас всего за 45 минут. В общем-то, электромобили всегда заряжались достаточно быстро. Зарядка и заправка — это, конечно, хорошо. Но сколько всё это стоит? Я потратил 56 фунтов на заправку М2. 99-е высокооктановое топливо тут, в серверстоуле. Я зарил не до полного бака. Полный бак обошёлся бы мне в 94 фунта на той же заправке. А зарядка электромобиля мне бы обошлась в 50 фунтов, до полного аккумулятора. Честно вам скажу, что даже так мне надоело ждать. Зарядные станции Porsche были куда лучше в этом плане. Однако они, разумеется, и дороже. Я потратил около 56 фунтов на зарядку машины от 4 до 94%. А полная зарядка обошлась бы в 63 фунта. Однако не всё так просто. И я с высоты прожитых лет и жизненного опыта говорю вам, что BMW проедет по треку куда дальше и будет на нём куда дольше, чем Hyundai. Итак, давайте перейдём в лучший режим BMW. Самый быстрый и производительный. Так, вот так вот. Ну вот, обороты пошли, отлично. Передача не напутай. Да-да, поедем мы в режиме трек. Это будет легендарно. Без шуток, мы просто пытаемся начать заезд. Да, но для этого надо подождать. Мы готовы к заезду, так что погнали. Да, надеюсь, мы в этот раз ничего не забыли. На самом деле ощущается на уровне BMW, особенно в режиме с передачей. Да, согласен. Ионик 5N — очень забавная машина для трека. Ну, по крайней мере, если рассматривать её на бумаге. Все эти псевдопередачи и шум издаваемые машины, что подражает ДВС, начинают сильно раздражать. По факту, в обычном электрическом режиме машина едет лучше. А вот в режиме Boost, который длится аж целых 10 секунд, вы можете малость разогнаться, даже если вы едете с передачами, будто бы вы в болиде с Формулой 1. На деле это единственные минусы, которые я могу назвать. И в целом мне понравился этот автомобиль. Он точно веселее любого другого электромобиля. Однако BMW M2 мне нравится куда больше. А что это за звук? А, это зарядные кабели в багажнике. А, ну куда ж без них. Гони, гони, гони. Пока-пока, Феррари. Как же это забавно. Сэм, а теперь скажи, понравилось ли тебе управлять электромобилем на треке? Да, в этом электромобиле. И какая из этих двух машин тебе больше нравится? Для трека, безусловно, вот эта. Она хороша и крайне забавная. Понял тебя. Да, и для города она подойдет. Но в целом она ведет себя на треке чуть хуже, чем ДВС. Неестественность электромобиля никуда не подевалась. Я всегда не любил электромобили из-за этого. Однако эта машина лучше, чем прочее. Она пытается быть как ДВС. А это плюс. И даже документалку снимать не буду. То есть ты можешь ее порекомендовать людям, которые хотят себе электромобиль. Однако он еще и дорогой. А автомобилестроение развивается крайне быстро. Так что, может, ну, его абсолютно согласен. Пора заканчивать. Может, обнимемся? Надеюсь, вам все понравилось. Если да, не забывайте о лайках и комментариях. А перейдя по подсказкам, вы можете попасть на Carvalho и продать свой автомобиль по лучшей цене. А прочие подсказки помогут вам ознакомиться с прочими нашими видео. В общем, вы и сами все знаете. А мы домой, но после зарядки. А вообще собираюсь датьpar. Субтитры делал DimaTorzok Оу breakout. Да приезжаю. Да клиноз? Да. Продолжение следует...